Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как на введение во храм Пресвятой Богородицы в ночь с 3 на 4 декабря около полуночи, невзирая на любой мороз, распускаются вербы. Чтобы стать свидетелем этого чуда, достаточно просто подойти к любой вербе вечером 3 декабря за 15-20 минут до полуночи. В это время почки вербы обычно покрыты слоем льда, но за 10-20 минут до полуночи они сбрасывают с себя лёд, издавая хорошо слышимые в ночи щелчки. Верба начинает распускаться, а после полуночи почки начинают закрываться обратно и уменьшаться. В 2000 году событие было заснято на плёнку операторами телепередачи «Русский дом» неподалёку от города Одинцово возле церкви Покрова Божией Матери и спустя несколько дней показано по центральному телевидению в программе «Русский дом». В декабре 2002 года вербы в Подмосковье распустились ещё днём 3 декабря и не закрывались в течение следующего дня, хотя температура днём была 12-15 градусов мороза, ночью опускалась до минус 20 градусов. В подмосковной деревне Акулова в морозную декабрьскую ночь на введение во храм Пресвятой Богородицы тоже распускаются вербы. В ночь с 3 на 4 декабря градусник показывал минус 20, но вербы вновь распустились. На Урале в 30-градусный мороз. В Екатеринбурге вечером 3 декабря прихожане храма заметили необычно вспухшие почки на ивовом дереве, что растёт на церковном дворе в пяти метрах от храма. Молитву начали прямо на улице, у дерева. Накануне праздника в Свято-Казанском монастыре города Троицка, Челябинской области. Несмотря на мороз, верба на несколько часов распустилась. Такие же случаи были в Северном Казахстане и в Новосибирске. Как вход Господень в Иерусалим встречают с вербами, так Матерь Божия входит в святая святых в храм Господень, и вся природа встречает её цветами. Богородицу прославляют не только ангелы и люди, но и зимняя природа. И только сектанты не признают Матерь Божию и пишут в комментариях всякие гадости. На этом на сегодня всё. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. Также дизлайк могут поставить сектанты, которые не признают Матерь Божию. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога, и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог!